Поясните, уже мы вам говорили, ваши ли подписи стоят под этими документами? Вот этими двумя. Все, что мы вам напили вот сейчас. Вот это только, я сказал, что моя. Эти документы свидетельствуют, что вышестоящее ваше руководство не снимало с вашей ответственности за проведение операции. Вы постоянно докладывали о всех этапах ее проведения, организовывали, имеется в виду все документы, организовывали, контролировали ее исполнители и требовали от них таких же доклавов. Что вы можете пояснить в связи с этими документами, которые мы вот все вам сейчас предъявили? Что вы можете пояснить о, можно сказать, выразиться, об уничтожении польских военнопленных трех лагерей? Козельского, Сташковского и Старобельского. Что мы, ну что вот скажете, то и история запишет. Кроме, сажаления, больше ничего не скажет. Ну правильно. Понимаете? Потому что я их, у меня в уме не было, так сказать, такого, чтобы такое решение приняли, так сказать, так, все руководство, так сказать, так, понимаете, решение приняло. Дальше, мне никто об этом не говорил, ничего, так сказать, как снег на голову выпал. То есть это когда этот, как вы говорите, снег на голову, когда это вам стало известно? Мы уже возвращаемся к тому. Дальше, когда я стоял, то и ноги у меня подъехали, так сказать, этот самый, какой никому говорит, ты чего побледнел-то что-то? Так я говорил вам, ты чего побледнел, да? Да, я что побледнел. Я говорю, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ла-да-да-да-да-да-да-да. Вот так, да? Петр Капович, так вот из этих документов следует, что руководство, несмотря на то, что вы уехали, работали в Советско-финской комиссии, руководство Кабула, Берия и так далее не снимало с вас ответственности за руководство этой операции. По документам видно, что вы постоянно доносили руководству о всех этапах проведения операции, требовали таких же докладов от начальников УНКВД и начальников лагерей, и эти документы к вам поступали. Сейчас, конечно, вопрос, все ли документы за вашей подписью, хотя очень похожи на вашу подпись вот эти документы, но, по крайней мере, вот два последних документа, это были за вашей подписью. Так вот, вопрос. Ваша роль в этой операции? Постоянно. Там не только эти лагеря? Моя роль, не я, не я это, так сказать, делал, не я принимал решения, не я, так сказать, выполнял, так сказать, так, выполняли, так сказать, вывозили колонии войска, значит, я, сами, наблюдал, так сказать, был ответственный не от меня, а от этого самого, от министра, так сказать. Так вот, Петр Карпович, так вот, мне объясните один только вопрос. Вот смотрите, руководство ваше знало о том, что вы были в Советско-финской комиссии, работали? Да. Знало. Почему с вас не сняли ответственность, почему по-прежнему к вам обращались, и почему за все ее подписью вы, и вы получали эти документы? Шли в ваш адрес документы, в адрес Сенфруненко, но не Хохлова. А не Хохлова, там, какой-нибудь Маглядского, и еще, везде по, 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 если уезжают в командировку, или еще что-нибудь, так сказать, то везде, так сказать, значит, он остается на его имени. Нет, ну командировка была на высшем уровне, подписанная даже, на высшем уровне, я про это не знал, на высшем уровне, на низшем, я не оставил, не ставил вопрос о том, чтобы меня исключили. Почему, вы, понятно, вы не ставили, да, но почему руководство наркомата внутренних дел не снимало с вас ответственность? Ну, а я при чем тут? Ни при чем. Ясно, пошли дальше. Ясно, Петр Горбович. Я не совсем поняла.